МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости на канале Регион 29. Я, Артемий Заварзин и мои коллеги расскажем о заметных темах этой среды. Проект бюджета Сверстен идет в первое чтение. Ждем прямого включения из областного собрания депутатов. То, о чем так долго говорили, обретают зримые черты в Вельской колонии, трудятся над беседкой Грина. Покажем детали проекта. Архангельская область вошла в пилотный проект по поддержке семей, воспитывающих детей с ментальными нарушениями. Каков план работы? Но вначале на Чумбаровке в Архангельске горело здание 1911 года постройки. Там располагаются рестораны, офисные помещения, фонда имущества и инвестиций. Пожарная сигнализация сработала вчера около 23 часов. К приезду огнеборцев все помещения были обесточены. Посетители эвакуированы, никто не пострадал. Предположительно, горение началось с вытяжки, после чего перешло в вентиляционную шахту и распространилось на второй этаж. Здание кирпичное. Репланировка у него усложнена, что третья степень огнестойкости с гораемой перекрытия. Поэтому ушло в пустоты межэтажные. И поэтому так долго все это пытаемся скрыть. Там настроено очень много всего. Пожарные с помощью тепловизоров проверили все здание на наличие мелких очагов. Причины ЧП сейчас выясняются. Сумма ущерба устанавливается. Огонь не нанес значительного урона, но большинство помещений сильно закопчены. Продолжаем. Особое внимание сегодня к работе областного депутатского корпуса. Парламентарии собрались, чтобы обсудить бюджет на 2020 и последующие три года и принять его в первом чтении. То есть утвердить доходную и расходную части, главного финансового документа региона и межбюджетные отношения. За работой депутатов сегодня следит мой коллега Алексей Карельский. Он сейчас на прямой связи с нашей студией. Алексей, приветствую. Тебе слово. Артемий, приветствую. Собственно, ключевую тему дня ты уже обозначил. Действительно, правительство готовится не летом, а проект бюджета к ноябрьской сессии. Документ сегодня в повестке, как водится с прогнозом, не только на будущий год, но и на два последующих. Но остановимся именно на грядущем, 2020. Итак, доходы бюджета предусмотрены в размере около 92 миллиардов рублей. Куда примечательнее вторая сумма. Впервые расходы бюджета перешагнут рубеж в 100 миллиардов. Если быть точнее, они составят 100 миллиардов 509 миллионов. При этом основные статьи расходов связаны с выполнением социальных обязательств. Так, на здравоохранение закладывается 10,7 миллиарда рублей, что почти на четверть больше аналогичных расходов текущего года. На сферу образования выделено 24,8 миллиарда. Свою лепту внесли, конечно, национальные проекты, в рамках которых внушительные суммы направляются на строительство в следующем году 13 детских садов и 7 школ. Заложены средства и на повышение зарплаты бюджетников. Всего на эти цели пойдет 1 миллиард 800 миллионов. Будет и ряд адресных решений. Например, с 1 января на 15% повысится зарплата специалистов по социальной работе. На 11,2% вырастет зарплата сотрудников подразделений противопожарной службы. Депутаты как раз сейчас рассматривают проект бюджета. Надо отметить, что в ходе первого чтения они лишь утверждают его основные параметры. Ключевую жаркую дискуссию следует ждать уже на следующей сессии, когда депутаты подготовят свои поправки. Артемий. Спасибо, Алексей Карельский работает в стенах областного парламента, где депутаты сегодня обсуждают бюджет на 2020 и последующие три года. К другим темам. Строительство лесоперерабатывающего комплекса в Пинежском районе наткнулось на ряд трудностей. Об этом было заявлено на заседании региональной комиссии по инвестполитике. Комплекс возводят в рамках приоритетного инвестпроекта. Возникли проблемы с подключением объекта к электросетям. Инвестор и энергетики не могут найти компромисс, ведь цена вопроса – миллиард. Глава региона потребовала от сторон в кратчайшие сроки принять решение, которое устроит всех, так как на кону создание новых рабочих мест и улучшение инфраструктуры района. Мы с вами должны смотреть внимательно, как это полагается, не только на новые проекты, которые нам предлагают, но и, конечно, на сопровождение проектов, которые уже нами одобрены, и оценивать ситуацию, как они реализуются, с какими трудностями сталкиваются и на что следует обратить внимание. Есть вопросы и по другому инвестпроекту строительства пансионата для пожилых людей и инвалидов в Архангельске. Здесь требуется подключить объект к сетям канализации, но прежде их нужно отремонтировать. В муниципальном бюджете средств нет. Игорь Орлов поручил до 10 декабря представить варианты решения этого вопроса. Теперь Вельский район. Там, в 14-й колонии, взялись воссоздать знаменитую беседку Грина. О ней говорят уже много лет. И вот теперь видны очертания копии исторической постройки. Когда беседка откроется взору, узнал Алексей Шемякин. Вот так доска к доске, элемент к элементу. Беседка Грина, которая и украсит Петровский сквер в Архангельске, создается непросто. Очень много мелких деталей, которые выпиливаются зачастую лобзиком. Всему этому предшествовала большая подготовительная работа. Закупили 80 кубометров отборного пиловочника. Брус мы распиливали на пилорамах, потом все это дерево сушилось у нас в сушильных камерах. И дальше пошел ручной инструмент, включая бензопилы, дрели, лобзики и прочий плотницкий инструмент, топоры, ножовки. При строительстве беседки используется исключительно сосна. Аркадий Абрамов по образованию строитель. Он уже 10 лет занимается изготовлением деревянных архитектурных малых форм. Но, несмотря на опыт, говорит, что и ему сложностей хватает. Самая сложная – это столярная работа. Очень много маленьких нюансов, очень много мелких деталей. И все надо выполнить качественно, в размерах. Контракт на изготовление беседки Грина был подписан между администрацией Архангельска и УФСИН 20 августа. Выбор на 14-ю колонию пол не случайно. Здесь уже есть большой опыт работы по созданию таких изделий. Изготовляем разного рода беседки, мало архитектурной формы. Но такой масштабный проект мы получили впервые. Мне кажется, здесь очень много резных работ – столярных, токарных. То есть, очень много сложных элементов мелких. Занята ручная бригада. Весь брус, из которого изготовляется беседка, обрабатывают специальным химическим составом. Поэтому строители дают гарантию четверть века. По контракту беседка Грина должна быть готова 25 декабря. Алексей Шемякин, Анатолий Ковосков, Регион 29. Архангельская область вошла в пилотный проект по поддержке семей, воспитывающих детей с ментальными нарушениями. Ребята и их родители примут участие в социально-реабилитационной программе, спортивных мероприятиях, турах, выходного дня. При этом основная задача проекта – сформировать единую систему взаимодействия между такими семьями, курирующими их организациями и органами власти. Алексей Карельский продолжит. У Лукоморья ни дуба зеленого, ни кота ученого. Однако сказочные персонажи на базу отдыха все же наведались. Ее гостей сегодня развлекают гномы. Артисты – сотрудники Архангельского реабилитационного центра. Главные зрители – ребята с тяжелыми и множественными нарушениями развития, в том числе ментального. Для особенных семей в Лукоморье организовали девятиневный лагерь. Дети и родители играют, участвуют в творческих мастер-классах. Архангель-городец Леша Красаков проявил себя в изобразительном искусстве. Делал вот такую вот черепашку, разукрашиваю ее, мне было интересно, и с другими общаться тоже. Плодотворный выезд за город – часть пилотного проекта, инициированного Фондом поддержки детей, находящихся в трудных жизненных ситуациях. Участвуют в нем пять регионов. В Поморье за его реализацию отвечают с десяток организаций, охватывающих Архангельск, Северодвинск, Новодвинск и Няндаму. Среди них и организация помощи родителям, воспитывающих детей с инвалидностью, множественными органическими и редкими генетическими заболеваниями «Аргемоз». Вообще нам выделено три направления. Это спортивные мероприятия, это создание творческой мастерской, закуплена глина, закуплено оборудование спортивное. И третье направление – то, что мы сейчас реализуем на базе отдыха «Лукоморье» – это выездное социально-реабилитационное мероприятие. Акцент в проекте сделан не только на особенных детях, но и на их родителях. Находится ребенок в обществе и общается с другими ребятами. Соответственно, мамы тоже общаются не только с своим ребенком, но и с другими мамами. А случается это не так уж и часто. Ведь некоторые семьи буквально заперты в четырех стенах. Тот, кто чудесным образом попал в реабилитационный центр, тот, конечно, совершенно по-другому строит свою жизнь. Эти родители более активные, они более веселые, они коммуницируют друг с другом, общаются, куда-то ходят, встречаются. Но есть семьи, в которых все может быть сложнее, потому что состояние здоровья не позволяет выйти даже в магазин, в аптеку. Организация «Аргемоз» уже помогала таким семьям. Выиграв президентский грант и использовав его на создание патронажной выездной службы. Сейчас перед общественниками и властями стоит новая задача. Выстроить качественную систему взаимодействия, сопровождения и информирования. Первый шаг – разработка специального интернет-навигатора. Нам очень важно, и это наше обязательство в рамках реализации комплекса мер, чтобы был некий информационный ресурс, где родители своевременно качественную информацию могли получать, куда обращаться и где какая помощь им будет оказана. Чтобы родитель, ведь он зачастую на первом этапе, так скажем, закрывается и переживает об этой проблеме, но он не должен оставаться с ней один на один. В «Навигатор» войдет информация о системе учреждений, некоммерческих организаций, ответы на самые актуальные вопросы. Техническое задание на его разработку уже готовится. Дыры в бюджете прикрывают предпринимателями, почему бизнес настаивает на пересмотре ставок по налогу на имущество. Это за 50 лет предприниматель отдает 100% коммерческой стоимости своего здания либо объекта. Лесопромышленный комплекс ждет нелегкий год, при чем здесь торговая война США и Китая. Это отразится больше на доходах нашего регионального бюджета. И еще много интересной информации сегодня в «Бизнес-панораме» смотрите сразу после автографа дня на канале «Регион-29». Заходите в нашу группу ВКонтакте, там материалы выпуска, которые вы, возможно, пропустили. Оставайтесь с каналом «Регион-29». До встречи. Регион-29. Регион-31. Регион-33. Регион-32. Регион-33. 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 Продолжение следует...